пастор что там за чепуха с автокефалий тщательно выговаривая это слово обратился ко мне один из прихожан церкви объясните я попробую хотя бы понимаю что со словом кефалия главная ассоциация на постсоветском пространстве совсем не религиозная песенка про костью моряка так где шаланды полные кефали поэтому постараюсь перевести с церковного на человеческий переведи вообще-то трудности перевода присутствует в разных сферах жизни но религиозный словарь дается нам поколению изуродованному атеистическим веком особенно нелегко я помню как в детстве когда родители крутили эту одесскую песенку шаланды представлялись мне почему-то девушками легкого поведения вероятно по ассоциации с похожим словом в котором совпадают первые два слога ша и ла а кефалии не виделись каким-то особым видом походки этих самых девушек то есть шаланды полные кефалии я воспринимал в виде не очень стройных девушек заниженной социальной ответственностью как выразился недавно путин прогуливающихся вульгарной походкой от бедра понадобилось время чтобы я сориентировался и сообразил что речь идет о лодках и рыбе в них боюсь что что-то подобное происходит сегодня со многими кто слышит про автокефалию и особенно про некий томас который нам должны дать кстати это имя томас моей семье твердо ассоциируется либо с паровозиком детская игрушка либо с мистером тумнус фавном из хроник нарни однако автокефалия не про кефаль то бишь не про рыбу из рода морских лучеперых это про то кто у церкви голова потому как с греческого кефаль значит голова какая голова какая особая кто голова в церкви в украине вот как перевести взбудораживший не на шутку на новом историческом витке и москву и украину вопрос томас от греческого кусок резать делить это вопрос о том отрежут в константинополе украинское православие от москвы или нет то есть это опять про то кто у руля кто глава православия в украине для меня как для протестантского пастора сама постановка этого вопроса уже смешно потому как главой церкви в библии однозначно назвал не мой епископ не епископ моего епископа с очень затхлой музейной приставкой архи не супер епископ моего архиепископа главой церкви в писании назван христос и для реформаторской протестантской церкви здесь стоит точка но во многих христианских ветвях не все так просто безусловно нынешняя модель православия московского патриархата в украине является не авто кефалий не христа кефалий а кремле кефалий фсб кефалий путина кефалий и конечно это заставляет нас в украине от львова до мариуполя включая одессу сильно нервничать а пока не делай мне нервы их есть еще где испортить понял свободен экстраполируем задачку давайте представим что в москве во время фашистской оккупации киева действует церковь главой которой является рейхс епископ третьего рейха людвиг мюллер например был такой негодяй подпевавший гитлеру во всех его начинаниях ровно так же как нынче делает это агент михайлов возомнивший себя патриархом не только для кгбшной своры кремлевских негодяев но и для меня почему-то и для моей страны это конечно раздражает москокефалия москокефальная церковь в украине в то время когда пятый год идет война это абсурд нонсенс но вы это реально сегодняшнего дня и это однозначно пора менять я думаю торг здесь не уместен давайте продолжим аллегорию 42 год из москвы церковь подчиненная берлинскому рейхс епископу собирает пожертвования и везет 70 процентов финансов в столицу третьего рейха туда где закупают на эти деньги танки снаряды для вермахта представили это ровно то что происходит сегодня в украине с московским патриархатом на днях я беседовал с одним из иерархов киевского патриархата и он назвал мне именно эту цифру 70 процентов пожертвований украинцев в храмах московского патриархата идут прямиком к гбш ником московские хоромы а уже оттуда в виде различного рода патриотических инициатив на поддержку какой-нибудь русской православной армии донбасса геройски насилующий и вспарывающий животы во имя господа на оккупированных россии территорий кстати недавно куда-то пропал один важный поп московского патриархата его как ветром сдуло растворился на просторах интернета вероятнее всего украинской юриспруденции месяц назад прошла новость в интернете о том что в специально арендованном вагоне был задержан с семьюдесят тысячами баксов украинский московского патриархата боже как же это звучит все-таки как советско-фашистский украинский московского патриархата поп перевозивший дань из киева в москву мелькнула новость и исчезла вместе с попом вагоном и деньгами вот вам пример кремлекефалии в действии это настоящий и очень опасный для моей страны попа трафик как гражданин украины как священник в конце концов как религиоз я конечно же за отказ от кремле ориентированной церкви из-за стратегически правильное перезревшие под грохот кремлевской артиллерии решение нам не нужна путина кефалия впрочем как и порошенко меркель и трампа кефалия церковь должна быть независимой от власти чтобы оставлять за собой право называть творимое этими человека богами зло злом скотство скотством свинство свинством церковь не должна позволять накидывать на себя аркан она не имеет права подпевать власть имущим это как с прессой журналистикой в последнем на днях просмотре мной фильме спилберга если журналистика становится на цирлы перед властью то перестает носить свое гордое имя если власти выиграют а мы проиграем вашингтон пост прекратит свое существование но если мы живем в мире где власти указывают что надо что не надо печатать то вашингтон пост уже прекратила свое существование короче говоря даешь тумас томас и автокефалию отрезаем москву и сами себе голову ему кремль в панике московские попы рвут погоны под рясами сжигают прямо за иконостасом доносы фсб но украина естественно за в общем в этой истории все почти так же как в той старой одесской песенке я вам не скажу за всю одессу она как известно велика только молдаванка и пересы слали к черту вову и чека это проект пророческой журналистики другая перспектива меня зовут генарий махненко подписывайтесь на мой youtube канал спасибо за лайки перепосты и комментарии я действительно верю что бог здесь и он не молчит